Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Давайте выпрыгнем Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Как вам? Как вам такие голливудские кадры, а? Привет, друзья! Вы смотрите банальное ТВ, с вами Турбо Сегодня мы продолжаем играть в Brickeryx и продолжаем обзрывать всякие интересные постройщики из мастерской И первый постройщик на сегодня это вот такой вот Икарус для зомби-апокалипсиса, то есть в нашей стране, возможно в нашей стране и возможно во всем мире наступил зомби-апокалипсис и некоторые умельцы, так сказать, преобразовали Икарус вот в такой вот интересный автобус для зомби-апокалипсиса. То есть у него есть пушка, мы можем из него неплохо так пострелять, между прочим, давайте прокатимся на нем, посмотрим как он ездит, ездит он кстати достаточно неплохо, из какого он материала сделан, я точно не могу сказать, какой-то ржавый такой, видите, он здесь проржавевший, заделан досками, ну короче, ну понятное дело, потому что зомби-апокалипсис, кстати, мы можем зайти внутрь, давайте попробуем это сделать, давайте возьмем какой-нибудь солдата. Не, внутрь мы можем только так вот залететь, но тут в принципе ничего интересного нет, ладно, давайте мы попробуем разогнаться и прыгнуть, на этом мосту разогнаться и прыгнуть, блин, плохо, что они что-то сделали с этим, я все, по-моему, в каждой серии уже ругаюсь на них, что они что-то сделали с, как называется это, с коробкой передач, кстати, а там, смотрите, там можно еще сесть где пушка, давайте попробуем, мы в любом случае не разгонимся и не сможем нормально прыгнуть, а вот сесть вот сюда, Почему бы и нет? Не, ну мы не можем расстрелять, жалко, это так, чисто, чисто для красоты сделано, так, ребята, давайте попробуем поставить его под поезд, так, друзья, поезд приближается, сейчас мы замедлим наше времечко, посмотрим, что с ним станет, ооо, ну на самом деле не так уж и опасно, у меня не получилось его как-то более-менее красиво поставить, Поэтому давайте мы сейчас ускорим, ооо, хотя, блин, развалился он знатно, честно говоря, развалился он знатно, давайте-ка мы его починим, поставим вот сюда, выйдем, достанем наш гранатометик, друзья, великий и ужасный гранатомет, который добавили в эту игру, в прошлой серии вы это уже заметили, и теперь в постройщиках я буду часто, в обзоре постройщиках я буду часто использовать эту штуку, ой, прям в дырку попал, В этом и плюс, кстати, такого дырявого, так сказать, автобуса, потому что вдруг кто-то захочет стрельнуть в вас из гранатомета, и он такой, опа, мимо, нет, не совсем мимо, так, а если мы стрельнем в пушечку, она взорвется, попробуем, ну так, нормально, неплохо, неплохо, подождите, а вот там, там что-то у него есть, там двигатель, походу да, походу да, в общем, неплохо так бомбит, неплохо бомбит, в общем, уничтожаем до конца этот Икарус, и переходим, друзья, к нашей следующей постройке. Так, еще пару выстрелов, еще пару выстрелов, и будет все топово, все, друзья, в принципе, от Урала уже ничего не осталось, поэтому давайте перейдем к следующей постройке, ой, от Урала, от Икаруса, прошу прощения. Итак, дорогие друзья, у нас следующая постройка, у нас вот такая закусочная, которая сама куда-то я, и так, остановись, ой, извините, в общем, здесь достаточно, что прикольно сделано, сейчас я вам покажу, сначала мы ее вокруг осмотрим, здесь у нас есть меню, бургер 5 долларов, с сыром плюс 50 центов, вода 75 центов, чизбургер 4 доллара 98 центов, очень странно, неудобно же так задачу будет давать. Да подожди ты, видите, остановись, вот так-то лучше. Да куда ты еще едешь-то, дурак? Ладно, плюс супер сыр, экстра сыр, 75 центов, так, картошка фри, 2 доллара с солью. Ну, короче, в общем, смотрите, в чем прикол, так, мы останавливаемся, нажимаем вот так, делаем вот так, опа, на, не понял, на, то есть, смотрите, опачки, здесь можно посидеть, покушать, правда, тут, наверное, не очень удобно, но все равно сделано достаточно топово, и здесь вот открывается сама вот эта хрень, то есть, мы такие, здравствуйте, мне, пожалуйста, чизбургер с экстра сыром, будьте добры, вот вам мои доллары. Доллары! А, блин, забыл перезарядиться, ублюдок, слишком солено все, ну, сука, гори ваду, мразь! Извините, это пришел злой Турбо и решил, так сказать, захерачить эту закусочную, потому что злой Турбо за здоровый образ жизни, и никакие бургеры, никакой фастфуд, вы понимаете, это обычный Турбо, любит там дошираки жрать, а злой Турбо, он против всего этого, он достает свою большущую базуку из своих штанин широких и начинает расстреливать этот сраный фуд-трак. Так, вот, блин, это что у нас? Это у нас, блин, горчицы и кетчуп были. Смотрите, все, мы ничего не оставили от этого, так сказать, аппарата, от этого автомобильчика, который продает фастфуд, и давайте мы тогда... Так, подождите, мне это не нравится. Перезарядочки. И давайте мы тогда перейдем к следующей постройке. Итак, дорогие друзья, ну а следующая постройка на сегодня, вот такой вот эпичный скорпион-воитель, я не знаю, как правильно это назвать, но, в общем, выглядит он достаточно прикольно, но проблема, проблема, ребяточки, знаете, в чем? В том, что он не ездит. Нажимаю газ. Ну хотя, ну видите, он так, он пытается, пытается что-то сделать, но... Но нет, у него не получается, но стреляет он, стреляет, как вы видите, он очень хорошо, но он говно не едет, давайте хотя бы повернем его вот сюда, будем взрывать здание, что ли. Есть даже такой прицел, но нельзя крутить камерой в этом режиме, ну короче, вот такой вот, о, блин, кстати, у него поворачивают пулеметы вместе с колесами, видите, кстати, смотрите, как он поехал, я только сейчас заметил, что он поехал, ну а тут он, конечно, не приедет, в общем, вот такой вот скорпиончик, кстати, у него хвост шевелится, это тоже прикольно, это сделано достаточно прикольно, давайте его уничтожим, перейдем к следующей постройки, потому что он не едет, друзья, жалко, что он не едет, поэтому мы будем его просто, друзья, дорогие, взрывать. Благо у нас теперь есть чем это делать, и не нужно спаунить никакие танки и ничего прочего, потому что у нас есть, ребята, базучка, сучка-базучка, сучка-базучка. Так, а, и кстати, друзья, если вы вдруг досмотрели до этого момента И вы делаете какие-либо постройки для этой игры То вы можете, знаете, специально для меня Ну, вдруг, вдруг вам захочется Специально для меня сделать какие-нибудь постройки И вы можете в названии указывать для турбо Или писать банальное ТВ, что-то в этом роде Чтобы я мог их находить и, так сказать, использовать в своих видео Такие постройки будут использоваться в видео более первостепенно То есть сначала я буду смотреть именно на эти постройки А потом уже на все остальные, которые делают не для меня А просто для этой игры И, друзья, ну давайте, короче, закончим уже с этим непонятным Скорпионом и перейдем к следующей постройке. Итак, дорогие друзья, ну это сразу несколько постройок. Там их вроде было чуть побольше, но это от одного разработчика, так сказать, от одного пользователя. В одном стиле сделаны все эти постройки, то есть это, как он их называет, это машины будущего. То есть это концепт будущего полицейской машины, концепт будущего, как сказать, как это называется, фуры вот такой вот. Вот фура мне нравится больше всего, она вообще топовая. И вот такая вот Mafia Future Car, то есть машина будущего, мафиозная машина будущего. Давайте мы сначала прокатимся, наверное, на ней, посмотрим, как она ездит. У нее шесть колес, блин, базука торчит некрасиво, ну ладно, мы на это уже не будем смотреть. Машинки такие, ну прикольно сделаны, прикольно сделаны, но как-то кажется, что они какие-то слишком маленькие, то есть сам салон, он такой большой, кажется, а сами машинки, кажется, как будто бы он не очень-очень маленький. Но в целом выглядит достаточно прикольно, мне очень нравится, как это выглядит. Выглядит стильно, выглядит строго, выглядит сексуально, друзья. Давайте мы сдаем назад, давайте подождем поезд и, так сказать, посмотрим, что станет. Вот, кстати, поезд едет, я даже не буду на паузу сейчас ставить. Я лучше поговорю с вами, друзья, не забывайте ставить лайки и поддерживать меня, потому что это все, что мне, так сказать, нужно. Ну, не совсем, но вы поняли. Короче, на тебе, отлетел неплохо. Короче, ваши лайки, это самая главная мотивация для меня. Чем больше лайков, тем лучше я понимаю, что я делаю все правильно. Короче, так, мафиози, досвидули. Да, ничего не осталось. Так, теперь давайте перейдем к траку. Нет, я сказал к траку, это полицейская машина потом. Вот он, он и ездит так быстро, он вообще, блин, он такой красивый, согласитесь. Выглядит очень круто. Серьезно, он такой быстрый. Быстрый, резкий, как пуля, дерзкий. Не, быстрый, дерзкий, как пуля, резкий. Ну, вы поняли. Я посмотрю, как он летит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте выпрыгнем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как вам, как вам такие голливудские кадры, а? Ну, согласитесь, это ли не охрененно? Это ли не охрененно, ребята? А, по-моему, вот это точно заслуживает лайка. Так, ладно, пойдемте посмотрим, что с ним стало. Эть. Да беги ты, дурачок. Беги, дурачок. Так, внутри там, естественно, нихренашеньки нет. Так, ой-ой-ой, как колбасит, как колбасит-то его. Ой-ой-ой. Да, как-то так. Друзья, ну что ж, давайте. А, я же вам хотел еще показать, блин, последний полицейский. Так, это не он, тихо-тихо. Вот, полицейская машина, но с ней, в принципе, ничего необычного. Она вот такая, вот у него включаются мигалочки. Фары тоже можно включить. В общем, она такая, ничего особенного-то где она. Также мы ее взорвем. И давайте, ребяточки, мои дорогие друзья, перейдем к последней постройке на сегодня. Итак, дорогие друзья, но последняя постройка на сегодня. Вот такой вот офигенный летающий мотоцикл из GTA V. Смотрите, как он охренительно выглядит. И самое главное, посмотрите, как все сделано. То есть, видите, это мотоцикл, и он ездит. Смотрите, как он поворачивает. И он не падает, он ездит. Вы понимаете? Это, блин, это очень топово, на самом деле. Вот так вот и надо мотоцикл делать в этой игре. Друзья, вам на заметочку. Так, только, правда, он, конечно, немножко неудобно ездит. Но, кстати, он стреляет. Есть вид от первого лица. Давайте попробуем взлететь от первого лица. Блин, блин. Нет, это тяжело, на самом деле. Вот так вот он, летает он, на самом деле, не очень хорошо, как, в принципе, в последнее время все в этой замечательной игре. Так, давайте мы починимся. Так, подожди. Может, сразу полетим? Нет, зря я это сделал. Тихо, чей не есть, дурачок. Давайте развернемся, развернемся. Так, давайте развернемся другим способом. Турбо научился, турбо шарит. Давайте попробуем взлететь. У нас тут летел один трастер, по-моему. Так, вот так уже, в принципе, неплохо летим. Но, на самом деле, все равно, очень неудобно, очень неудобно. Твою мать! Прыгаем! Воу! Так, подождите, тут какой-то пулемет взбушевался. Так-то лучше. Ладно, друзья, я думаю, на этом можно закончить эту серию. Если она вам понравилась, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите какие-то свои комментарии. И новая серия по Брик Рикс не заставит себя долго ждать. Субтитры сделал DimaTorzok.